Приветики! Я знаю, что у меня уже было похожее видео, где я рисовала в других стилях, но сегодня буду делать кое-что другое, а именно рисовать персонажа других художников и франшиз в своем стиле. Наливайте себе чаек или же кофеек, берите печеньки, усаживайтесь поудобнее. А я, персонаж, это Аска из аниме Евангелион, полное имя Сорью Аска Лэнгли. Вторая из детей, способных управлять боевыми роботами Евангелионами, которые используют нерв для защиты от таинственных созданий. Ангел. Нарисовать Аску предложил мне мой друг, когда я у него спросила, соответственно, кого взять для видео? Аску или же Рэй? Можете написать, кто вам больше нравится, Аска или Рэй? А может, Мари? Так вот, смотрела само аниме и также все четыре ребилда. Аниму и мангу по Еве я не читала. Теперь переходим, собственно, к самому рисунку. На этапе Лайна у меня были проблемы с формой головы и шеи, но на спидпейнте видно то, как я пыталась это исправить, и вроде как успешно. Там я еще долго не могла определиться с цветом фона, думаю, на спидпейнте видны периодические мигания. Мда, эпилептикам не советую смотреть мои спидпейнты. Да, вот такой статичный спидпейнт это запись процесса внутри прокреэта. Сомневаюсь, что мой айпад потянул бы 9 часов спидпейнтов на записи экрана. Ой, а еще я делала фанатский стикерпак по Евангелиону для Телеграма. Если не забуду, то оставлю ссылку на скачивание в описании под этим видео. Мне очень понравилось сделать покрас волосы. Результат в конце вызвал у меня вау эффект. А так я не сдержалась и добавила немного веснушки. Ну вот люблю я веснушки, ну что вы мне сделаете. Арт с Аской готов. Переходим дальше. Далее у нас Элайза из игры Skullgirls Mobile. У этой игры есть версия на телефоне и на компьютере. Теперь переходим к самой Элайзе. Элайза – дива из элитного ночного клуба в новом меридиане, а именно логово Bastid. Однако без ведома владельца клуба, она уже бог знает сколько лет, носит в себе скелетного паразита Сехмет. Я решила нарисовать ее в оригинальном скине, что есть на официальных артах. Мне очень нравится то, как разработчики подобрали цветовую палитру. Она идеально сочетается с ее характером и происхождением в том числе. Еще решила добавить рядом с ней ее посох, на верхушке которого расположен золотой скоробей. Но могу ошибаться. В видео про стиле я уже упоминала эту игру. Так вот, сейчас немного расскажу о том, как же я познакомилась со Skullgirls Mobile и Элайзе в том числе. Однажды мне моя подруга предложила поиграть в мобильный файтинг Skullgirls. Я сразу просекла фишку и начала играть по чуть-чуть каждый день. Спустя год у меня уже почти семидесятый уровень. На экране сейчас мой аккаунт и никнейм, по которому вы можете меня найти в поиску и глянуть профиль. В друзья не добавляйтесь, их и так у меня 50 штук. В сообществе ютуба я уже показывала этот арт, так что те, кто за мной следят, уже могли видеть этот рисунок. Элайза готова, переходим к другому персонажу. Теперь я буду рисовать Леди Баг из мультсериала Леди Баг и Суперкот. Я изначально думала нарисовать Маринет, ну то есть Леди Баг, но без костюма. Но потом мой выбор все-таки пал на ее героический образ. Все-таки он более запоминающийся. И я, соответственно, решила поэкспериментировать с текстурками, что было ближе к середине спидпейнта. Ну а на этапе скетча я намудрилась ее челкой, рисовала ее не с той стороны. Но когда лайнила, то все исправила. Так вот, впервые я посмотрела первый сезон этого сериала в 11 лет, в году так в 15 или 16. И не буду скрывать, что мне этот мультфильм очень понравился. Вот было в нем что-то такое ламповое и по-своему наивное. Я закрывала глаза на глупость главных героев, но то, что они никак не могут понять, что под маской скрываются два одноклассника. Этим летом я решила взять себя в руки и посмотреть этот мультсериал от начала и до конца, но любовный восьмиугольник не дал мне этого сделать. В общем, капец, я не смогла досмотреть, но атмосфера первого сезона реально на высоте. Ну и еще поговорим про рисунок. Мне очень понравилось красить ее костюм и накидывать текстуру той ткани. Чудесная леди баг готова, а мы переходим к следующему персонажу. Третий персонаж – это оригинальный персонаж художницы из Южной Америки, а именно Ксен Соды. Надеюсь, я правильно прочитала ее ник. О ней я узнал всего полгода назад, хоть инсту она ведет минимум 4 года. У нее есть комикс на Туне под названием «Пойка». Комикс полностью на английском. На данный момент вышло 4 главы, но сама художница говорит, что в ближайшее время выйдет аж 2 главы. Очень жду и держу за нее кулачки. Сюжет не скажу и не скажу причину, почему у девушки шрам на левом глазу. Потому что спойлеры, идите читайте комикс. Саму же девушку зовут Шни, это дочь короля мотыльков, владельца вечного рая. Мне очень нравится дизайн Шни, а еще я была вне себя от радости, когда Ксен Сода на меня подписалась в инсте. Насчет рисунка. Скетч и лайн-арт мне дались очень просто. Цвета на работах самой художницы очень приятны. Видно, человек очень давно рисует. Цветовая гамма Шни очень классная. Рисунок персонажа по имени Шни готов. Теперь в следующий. Далее персонаж художницы The Fox. Знаю эту художницу более трех лет и до сих пор без ума от ее анимации на YouTube канале. К сожалению, она пока что забросила свой канал, но зато активна в программе и дискорде. Персонажа на фоне зовут Луна. Еще до того, как начала скетчить, я точно знала, что нарисую ее в анфас. В целом, сам рисунок мне дался очень легко, ведь я давно знаю этого персонажа и, соответственно, испытывала приятные эмоции во время рисования. Мне очень нравятся цвета на этой работе. Автор хорошо умеет сочетать цвета, и это видно на всех дизайнах ее персонажей. Луна — это демон Китсуны, и черт, мне так и хочется потискать ее лисьи ушки, ведь она выглядит достаточно мягкими. Возможно, вы заметили, но я везде в районе теней добавляю текстуру точек и шум. В одном из прошлых видео я рассказывала, как накидываю эффекты на свои работы. Можете посмотреть, на экране должен был всплыть ролик. Арт с Луной готов, теперь переходим к следующему рисунку. Ну и напоследок, единственный парень из всей шестерки — это Дим, персонаж из мультсериала Metal Family. Да, очень неожиданно. Начнем с того, что на этапе скетча он выглядел лет так на 20, но потом я поняла, что он выглядит, ну, реально староватым, не таким, как в сериале, поэтому я чуточку позже заметно его омолодила. Ну, а насчет самого сериала и моего отношения к персонажу. Я не фанат каких-либо франшиз с отсутствием фэнтезийной базы, но меня зацепил этот сериал. Персонажи хорошо прописаны, несмотря на то, что даже второй сезон не закончился и нам не раскрыли ту же Вики. Я вот не знаю ничего о ее прошлом. Возможно, вы мне поведаете об этом в комментариях. Ну, а насчет самого Ди, Турист Нотгласса мне очень просто. У персонажа нет сильной детализации, это логично. Было бы сложно команде из двух человек анимировать перегруженных деталями персонажей. Ну да ладно. А вот затемнение под глазами его Ди выглядит очень эффектно и классно. Одна из запоминающихся фишек персонажа, кстати. Вот такой вот рисунок Ди получился, а теперь итоги. Мне понравилось рисовать персонажей других людей и франшиз. Думаю, это лишь потому, что я рисую в 90% случаев только своих персонажей, что, конечно, круто, но немного надоедает. Это был своеобразный экспириенс, ну и спасибо за просмотр. Пишите, какой рисунок вам понравился, какой не понравился. Любые комментарии помогут в продвижении этого видео. Моими любимыми рисунками из видео являются арты с Аской и Луной. Отдельное спасибо за почти 32 тысячи подписчиков. Мне очень приятно, что в последнее время нас стало так много. Ну а теперь пока-пока.